Михаил Ланцов. Маршал Победы. Освободительный поход попаданца. Пролог. Уинстон Черчилль сидел в своем кресле и вдумчиво курил сигару. Большая война началась, но, видит Бог, он слишком многое в ней не понимал. И то, что казалось раньше просто совпадениями, выросло в закономерности. Что-то он упустил. Что-то чрезвычайно важное. Сэр, в кабинет заглянул, постучавшись верной старой слуга. К вам, лорд Иден. Зови, тихо произнес Черчилль. И этого нелегкая принесла. Принеслось в голове у премьер-министра. Опять на какие-нибудь дурные авантюры подбивать будет. Добрый день. Поздоровался министр иностранных дел. Рад вас видеть в здравии. А то по кабинету ходят самые разнообразные слухи. Кабинет министров для того и создан, чтобы по нему ходили слухи. — пренебрежительно произнес сэр Уинстон. — Иногда мне кажется, что ни на что больше он не способен. — Ну что вы, сэр! — сразу стал юлить лорд Иден. — У вас ко мне дело? — обрубил его Черчилль. — Да, сэр. — кивнул министр иностранных дел. — Вы позволите? — Присаживайтесь. — Небрежно и вяло кивнул Уинстон Черчилль. — Сутки назад мне доставили пакеты от наших советских агентов. Благо, что нападение Рейха на Союз открыло перед нами новые возможности. — Ближе к делу, сэр. — Конечно. — снова кивнул лорд Иден. — Последние месяцы мы считали очень важной фигурой Тухачевского, иногда возводя его в ранг злого гения и демиурга. Но вскрылись новые сведения. Дело в том, что в НКВД есть несколько проектов, находящихся под чрезвычайным контролем. — Несмотря на весь немалый допуск, наши агенты практически ничего не смогли узнать, кроме того, что Тухачевский, судя по всему, просто верхушка айсберга. — Что вы имеете в виду? — Союз, как и Рейх, увлекся мистикой. — Сеансы спиритизма, — усмехнулся Черчилль. — Один черт знает, что они там делают, — пожал плечами лорд Иден. — Однако факт остается фактом. После вскрытия гробницы Тимура к ней была выставлена такая охрана и предприняты такие меры безопасности, что диву даешься. О том, что там обнаружили советы, у нас даже нет никаких догадок. Кроме того, мы узнали о существовании некоего объекта Альфа-3 на территории, прилегающей к зоне падения Тунгусского метеорита. Или что там упало. Огромный периметр оцеплен. Все население выселено. Проходят солидные переводы средств. Строится железная дорога. Часть ученых отправлена туда в командировку. Да так там и осталось. — Совсем никто не вернулся. — Только несколько ученых, но они очень напряженно реагируют на расспросы. Они то ли чем-то напуганы, то ли кем-то. — И что нам дают эти сведения? — Несколько выводов. Главный из них довольно прост. У Союза появился источник информации и технологий. Вы же видели отчет об их новых самолетах, танках и прочем вооружении. Ничего удивительного, но по отдельности. Да и с другими направлениями что-то неладное творится. — Какую роль во всем этом играет Тухачевский? — Уже заинтересованно спросил Черчилль. — Я полагаю, он нужен для отвода глаз. Гениальный маршал на виду у всех. Его охрана просто поразительна. — А вы не думали о том, что лучше всего прятать вещи, положив их на виду у всех? — Думал, но не сходится, — пожал плечами лорд Иден. Мы проанализировали все сведения, которые имели об этом маршале, и выходит какой-то бред. До конца 35-го года он был самым обычным советским маршалом, ничем особенно не выделяющимся. Очень скромно образованный, заносчивый и чрезвычайно амбициозный. — А потом его словно подменили. Кардинально. — Может, и правда подменили. — Маловероятно. Кто-то заинтересованный заказывал несколько раз его биометрию во время прохождения лечения в госпитале. Видимо, те же мысли возникали. — Вот как? — скинул брови Черчилль. — Это значит, что кто-то в высшем руководстве союза не в курсе ситуации. — Именно так, — кивнул лорд Иден. — Дела там совершенно темные. Однако нам ясно одно — русские что-то нашли. Это что-то им очень сильно помогает. И они его оберегают, как зениц ока. — Какие могут быть варианты? — Если отбросить здравый смысл, то, может быть, все что угодно. От каких-то технологий древних до контакта с инопланетными цивилизациями. Или еще что-то. В голову только какой-то бред лезет. — Очень странно. Чуть пожевав сигару, произнес Черчилль. — Хорошо. Будем исходить из того, что нам известно. У Советов есть некий источник информации. Они им дрожат и всемирно пытаются скрыть. — Зачем? — Если он находится на их территории, то как мы сможем до него дотянуться? — Это говорит о том, что они считают, что мы сможем дотянуться. Либо о том, что источник может каким-то иным способом оказаться доступен нам. — И Тухачевский тут выходит, как говорят русские, свадебным генералом. Для отвода глаз. — Иначе не получается. Он физически не мог поменять себе разум. А тут просто кардинально иной человек выходит. — Кстати, а почему Союз скрывает этот источник от своих? Ведь, судя по найденной вами информации, о нем знают не все. — Внутри партийная борьба, — пожал плечами лорд Иден. — Партия ведь неоднородна, вот и грызутся. — Разумно, — кивнул Уинстон Черчилль. — И что вы предлагаете? — Полагаю, что Тухачевский, кроме роли свадебного генерала, нужен еще и в качестве приманки для нашей разведки. Поэтому его лучше просто не трогать. Вообще. У нас и так мало агентов в Союзе. Совершенно незачем их так неразумно терять. А вот с сохраняемыми объектами большой вопрос. Нам нужно выяснить, что там находится, пусть даже частично. Воздушная разведка мало что даст. — Выдвигать своих людей тоже чрезвычайно рискованно. — И? — Поэтому я предлагаю через Канариса передать эту информацию Гитлеру. В конце концов, объяснить появление английских разведчиков возле этих объектов мы не сможем. — А немецких — вполне. Они не вызовут ни у кого лишних подозрений. — Заодно это поможет адмиралу оправдаться за провал первых дней войны. Поговаривают, что Гитлер в ярости. Канарис усидел в своем кресле чудом. — Хорошо. — Кивнул Уинстон Черчилль. — Действуйте. Но о каждом шаге докладывать мне. — В это все гораздо больше, чем он говорит в голове. — Какие идея. — С RAM и успех.